Уилл Чемберлен родился 21 августа 1936 года, в городе Филадельфия, Пенсильвания, США. Отец был разнорабочим, занимался сваркой, одно время работал сторожем, мать – домохозяйкой, подрабатывала как домашняя прислуга. Кроме него, в семье воспитывались еще 8 детей. В детстве он был слаб здоровьем и чуть не умер от воспаления легких, из-за этого юному Чемберлену пришлось пропустить много занятий в школе. Поначалу баскетбол не привлекал Уилта, ему больше была по душе легкая и тяжелая атлетика, но в Филадельфии в ту пору активно развивался именно баскетбол, который со временем и поглотил Чемберлена. В 10 лет его рост составлял 183 сантиметра, а в средней школе юноша вырос до 211 сантиметров, это стало большим преимуществом перед соперниками. Вскоре его имя все чаще стало всплывать на местном уровне, он славился физической силой, выносливостью и блокшатами. Уилт был известен миру не только как талантливый баскетболист, фанаты знали, что Чемберлен пользуется славой у женщин, а потому не торопится остепеняться и устраивать свою личную жизнь. До конца дней он пробыл холостяком. Многие мужчины восхищались его сексуальными подвигами, однако в интервью баскетболист как-то сказал, что иметь одну женщину в миллион раз прекраснее, чем сотню разных дам. После школы Уилт поступил в колледж, где также вошел в университетскую команду и стал выступать с первогодками. Все были поражены работой Чемберлена на площадке, а его лучшие передачи еще долго обсуждали после игр. Вскоре его заметили представители профессиональных клубов, первым в его биографии стал Гарлем Глаб Троттерс, где он выступал в 1958. А уже через год в составе Филадельфия, Сан-Франциско Уоррерс он дебютировал в НБА и сразу получил самую высокую зарплату среди спортсменов ассоциации. С этого момента карьера Уилта резко пошла вверх, он получил звание новичок года и приглашение в сборную всех звезд, был зачислен в первую сборную звезд НБА, в молодости он был силен и вынослив, при росте 216 см его вес составлял 125 кг. На фото с матчей видно, насколько Чемберлен превосходил большинство соперников. В среднем за один матч он набирал по 37 очков, и для него это не стало пределом, в 1961-1962 годах его результативность превышала 50 очков за игру, он создал невероятную статистику, и в дальнейшем повторить его результат мало кому удавалось. В тот сезон он сумел поставить немыслимый рекорд в НБА, заработав 100 баллов для команды за один выход на площадку. Из-за проблем с финансированием в 1965 году Уориорс продал Чемберлена в Филадельфии 70 Сиксерс, где он и продолжил карьеру. Там спортсмен играл следующие третьего сезона, а в 1968 попросил директора Сиксерса провести сделку и обменять его на трех игроков команды Лос-Анджелес Лейкер. В новом городе он видел для себя больше перспектив. Руководство пошло на уступки, так Чемберлен оказался в составе нового клуба. Там его ждали разные сезоны, одни проходили с огромным успехом, другие всех разочаровывали. Сезон НБА 1972 дробь 1973 стал для Уилта последним в Лейкере, после он заключил договор с Сан-Диего Конкистадорс, став игроком и тренером в одном лице. Но прошлый клуб запретил ему играть, так как баскетболист был им должен опционный год контракта. Это сильно повлияло на его желание появляться на тренировках Конкистадорса, свои обязанности он нередко перекладывал на помощника. А в конце сезона мужчина и вовсе решил покинуть профессиональный спорт. Окончив карьеру, Уилт некоторое время занимался теннисом, полу и волейболом. А в 1984 снялся в фильме «Конан Варвар», где его коллегами на съемочной площадке стали Арнольд Шварценеггер и Андрей Гигант. Хотя он был уже не молод для спорта, ему по-прежнему регулярно предлагали контракты многие клубы НБА, но каждый раз мужчина отказывался. Первые проблемы со здоровьем у Уилта появились еще в 1992 году, мужчина даже лежал в больнице, куда был доставлен из-за нерегулярного сердцебиения. Пару лет он принимал лекарства, но в 1999 его состояние ухудшилось, он сильно потерял в весе. В октябре того же года Чемберлин умер, причиной смерти стала продолжительная сердечная недостаточность.